Вся Россия знает ваши имена, не угаснет ваша слава никогда. Каждое 9 мая и не только жители районного центра приходят на торжественные мероприятия в Сквер Победы. Всем известный обелиск «Вечная слава, упавшим в боях за Родину» установлен в честь воинов-земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Его автор и художник Николай Кириллович Гейтс, скульптор Эдуард Дмитриевич Малавинский. Он был открыт в 1972 году, представляет собой фигуру солдата со склоненной головой и большой пилон, на котором было высечено 117 фамилий. В 2000 году, к 55-летию победы, было еще рядом поставлено два пилона и добавлено еще 115 фамилий наших земляков. Но, как оказалось, при создании книг памяти, что не учтено еще множество людей, воевавших годы войны. И на сегодняшний день можно смело утверждать о необходимости возведения дополнительных пилонов в районном центре и не только. Из поселка Смедович ушло только около 500 человек, по нашим архивным сведениям. Конечно же, много погибло и очень много вернулось с фронта. И, конечно, их имена нужно увековечить. Сейчас эта работа ведется и в предыдущие годы она велась. Мы знаем, что у нас вышла книга памяти Смедовического городского поселения. То есть, эта поисковая работа взята за основу для того, чтобы добавить фамилии на нашем памятнике. Татьяна Томашевич уверена, что такая работа не остановится и будет продолжаться еще долгие годы. Сегодня многие люди интересуются судьбой своих предков, участников Великой Отечественной войны. И, как показала практика, население Смедовического района своих героев не забывает. Александр Чернов, Виктор Ильин, Смедовическая студия телевидения, специально для Новости 21.